Всем привет! Тебя как представить? Я Илюха. Илюха приехал сегодня ко мне в гости, так как он известный в узких кругах владелец крыс. Да. И сегодня мы соберем им новый дом. Бренд Триол прислал для крыс Ильи новую клетку и все необходимое для ее наполнения. Меня зовут Света. Илюха это сын моих друзей, у него дома живут и змеи, и крысы, и он действительно любит животных и динозавров. Сегодня расскажу о том, как мы с ним собирали эту клетку, как мы ее наполняли. Базово пробежимся о правилах содержания крыс и ответим, наверное, на самый главный вопрос. А такой ли хороший питомец крыса для ребенка? Два месяца у меня пролежала эта коробка в кладовке, и я, честно говоря, недооценил, насколько она большая. Я лису! Особенно по сравнению с Илюхой. Но надо отдать ему должное, энергии ему хватает и коробку тащить, и просто побеситься. Распаковку я взял сначала в свои руки, но Илья достаточно быстро дал понять, что он хочет сам. И началось. Сам он таскал поддон, сам он доставал трубы, даже сам пытался вставлять в пазы части клетки. А это достаточно тяжело делать одному, особенно когда тебе пять. Клетка оказалась супер большой, в ней помещается даже сам Илюха. В плане клетки это супер, потому что для крыс, да и для многих животных, чем больше пространства, тем лучше. А, я понял! Крысы через эти дырки будут падать. Я никогда не содержал крыс, у меня был опыт содержания только джунгарских хомяков и песчанки. Песчанку звали Хвост, и он прожил прям колоссальные свои пять с половиной года. Но базово, я думаю, стоит обсудить вообще, что важно в содержании крыс. Опустим аспекты, где и как купить крысу, начнем сразу с содержания, и начинать нужно, конечно, с места, где крыса будет жить. И не одна крыса, а несколько. Вот тут мы упираемся в то, что крысы социальные животные, человек не может полностью восполнить всю коммуникацию, поэтому клетка должна быть достаточно большой, чтобы там комфортно уживалась, ну, хотя бы пара крыс. Из важных критериев это удобство обслуживания, это классный поддон без сетки, потому что все-таки лапки крыс могут туда проваливаться, они могут как-то чего-то испугаться, дернуться, и переломы действительно случаются, если именно дно клетки сетчатое. Конечно, размер клетки, и, наверное, я бы еще обратил внимание на расстояние между прутьями этой клетки. Сразу поправка. Илья ко мне приехал со своими маленькими крысятами, но дома у него живут уже и взрослые. И эта клетка, честно говоря, для взрослых, потому что есть большая вероятность, что именно маленькие смогут из такой клетки сбежать. Клетка многоуровневая, и на каждом уровне есть отверстие. Это отверстие можно либо закрыть заглушкой, либо оставить открытым и подключить туда полупрозрачный тоннель. Из того, что важно, лестницы между этими этажами сделаны не из металлического сетчатого материала, который травмоопасен для лап крыс, Дождем он из плотного пластика, который легко и мыть, и достаточно безопасен для самих крыс. У этой клетки классный поддон. Клетка отделяется от него, и поддон можно спокойно взять и помыть. Он вмещает много наполнителей, и это всегда классно. Временно мы засыпали опилки. Это опилки из листыных пород, но с ними есть нюанс. Некоторым крысам опилки могут не подходить, если они пылят. Нужно будет понаблюдать, как эти крысы взаимодействуют с этим наполнителем, но первая реакция была достаточно положительная. С кормлением крыс все не так просто. Многие действительно кормят на постоянке готовыми кормами, которые продаются в магазине. Есть плохие корма, есть хорошие, но главное, что нужно понимать, что любой из этих кормов не является полноценным рационом для крысы. Все-таки им нужны и сочные продукты, также нужно добавлять белок. Я не большой сторонник ниппельных поилок, но в данном случае крысы очень активны, их очень много в клетке, и миски банально они будут переворачивать. И это всегда будет какое-то такое мокрое болото. Из классного ниппельная большая хорошая поилка уже есть в комплекте с клеткой. Но ничего не мешает еще установить одну или две. Главное не забывать менять воду каждый день. Трел также нам прислал миску, гамаки, укрытия, лакомства. И, конечно, на крыше мы установили мягкий гамак. Он очень приятный на ощупь, и это вот прям то, что крысы любят. Есть забавная теория, что людей можно разделить визуально на крыс и лягушек. И если бы я выбирал, и будучи крысой, в комплекте бы ко мне шел бы такой гамак, я бы точно выбрал бы быть крысой. Но он, правда, очень приятный на ощупь. На дно мы установили укрытие сена. Не знаю, будут ли им пользоваться крысы, это вопрос всегда индивидуальных предпочтений. Ну а в миску Илья накладывал разные лакомства, которые не являются основой рациона, но для разнообразия его почему бы и нет. Ну и вернемся к вопросу, насколько крысы хороши как питомцы для детей. Если отвечать коротко и по делу, то не хороши. Дело в том, что крысы очень болезненные животные. Они в целом живут недолго, так еще и их постоянно нужно возить к врачу. У них постоянно какие-то проблемы. Я раньше думал, что крысы это мощное животное в плане здоровья, потому что они его на улицах вообще выживают, во всех городах мира, во всех климатах, едят не пойми что, живут непонятно в каких температурах и все у них хорошо. Но на самом деле это некая иллюзия, в том числе которая закреплена в поп-культуре. Дело в том, что действительно есть животные, которые живут долго, и им эволюционно для размножения и передачи генов выгодно жить долго и поддерживать какое-то крепкое здоровье. У крыс же другая стратегия. Они берут не качеством, а количеством. Их задача очень быстро и эффективно размножаться. Это, кстати, очень важно понимать при выборе пола крыс, которые будут жить у тебя. Ну так вот, помимо генетически слабого заложенного здоровья, дети не являются лучшими киперами, которые четко понимают свои возможности и могут корректно взаимодействовать с крысами. Но если подходить все-таки к процессу появления животных в доме, где есть дети, более ответственно и осознанно, то крыс должны заводить, конечно, родители. И это огромная возможность не только весело провести время, собирая клетку с ребенком, но и научить его думать о других. Животные в доме – это возможность проявлять любовь. И не только к животным, но и к людям, которые об этих животных думают. В этом видео пока я не буду умничать и закончу его цитатой Дэвида Атембора. Если дети вырастут, не зная о природе и не будут ценить ее, то они не будут ее понимать. И если они не будут ее понимать, то и не будут ее защищать. А если они не будут ее защищать, то кто будет? На этом все. Пока.